Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о коллекции Государственного музейно-выставочного центра Росфото и знакомить вас с нашими уникальными выставочными проектами. Сейчас перед вами один из них – выставка «Легенда Леонид Богданов». Это интереснейший автор, интереснейший период. Здесь представлена разнообразная съемка Богданова. Это и виды Петербурга, романтика Петербурга, и его портреты, и театральная съемка в период работы в Тюзе, а также прикладная фотография, которую Леонид Богданов делал для многочисленных каталогов, снимая на слайды. Во всем этом нам поможет разобраться куратор выставки, главный хранитель музейных предметов Росфото Игорь Лебедев. Игорь, мы представляем выставочный проект и в значительной части из коллекции Государственного музейно-выставочного центра Росфото проект «Легенда Леонид Богданов». В чем уникальность работ, которые мы представляем, по какому принципу мы сформировали этот проект? Ведь выставки Леонида Богданова, мы с вами знаем, уже проходили и не раз, но наша экспозиция уникальна. Прежде всего, наверное, стоит еще добавить, что этот выставочный проект в целом просто продолжает цикл выставок, которые посвящены таким классикам ленинградской и петербургской фотографии. И, естественно, если это цикл, то мы как бы пошагово исследуем этот феномен ленинградской фотографии через самые важные ключевые фигуры. Вот Леонид Богданов – одна из таких фигур, которая, по сути, вот даже выставка так называется, по сути, сейчас стала легендой. Что такое фотограф-легенда? По сути, мы первые ставим вот этот вопрос как бы ребром, чтобы сразу же попытаться ответить на него в той или иной мере. Леонид Богданов – замечательная фигура своего времени. Родился он в 1949 году, соответственно, это послевоенное поколение. Сформировался он уже к концу где-то 50-х, начало 60-х годов, и, соответственно, его можно считать шестидесятником. Как это ни странно, да? В определенной степени, да? Да, в определенной степени. И в последние годы школы, когда он ходит в фотокружок, и потом, когда он преподает уже в другом фотокружке и учится в Ленинградском институте киноинженеров, это все некая как бы составляющая, которая заставляет нас понять, что он выбирает путь некого профессионала, погружается в эту фотографию. И сам он в биографии очень хорошо рассказывает о том, что ему было интересно серьезно увлечься фотографией, и он ей увлекся, полностью погрузился в нее. И не даром он в конечном итоге становится членом фотоклуба ВДК. Смысл в том, что на самом деле его характер, очень такой спокойный, выдержанный и сконцентрированный на фотографию, приводит к тому, что он, по сути, ведет некую традицию, передает традицию. В фотокружке он занимался у Бориса Ритова, известного, тоже легендарного преподавателя, участника Великой Отечественной войны, который, придя туда, продолжил обучать молодых фотографов в таких рамках того, как это было принято в 30-х годах. Профессиональная деятельность, обмен опытом и тому подобное. Но это еще как бы не легенда, но уже она формируется, потому что один передает опыт другого, а другой, по сути, это человек, который меняет это поколение. Мы показываем здесь работы этого периода? Нет, этого периода мы работы не показываем, потому что считается, что работы 60-х годов, которые он снимал в институте, он уничтожил все негативы и все работы, посчитав, что они недостаточного уровня. То есть очень критическая составляющая. Это тоже как бы говорит о легенде, потому что человек, который уничтожает свои негативы. То есть мы на самом деле образ Ленина Богданова мы собираем по кусочкам в результате, по каким-то историям, по каким-то воспоминаниям и тому подобное. Все это формирует легенду? Конечно, это формирует легенду. Но не мы даже собираем, а сами по себе люди, его друзья, его знакомые, они все вспоминают о нем только хорошее и очень много разнообразного. О том, как он ходил по городу, Санкт-Петербургу или Ленинграду, о том, что они с Борисом Смеловым, близкими друзьями, с которыми они в фотокружке познакомились, они оба очень серьезно увлекаются фотографией, воспринимают ее как искусство, стремятся сделать какое-то свое высказывание. И поэтому там звучит вот это, что они в Ленинграде начинают снимать только центр известный и проявление того, что осталось от величественного дореволюционного Санкт-Петербурга. Есть такое понятие, как Петербург Бориса Смелова. Можем ли мы говорить об аналогичном Петербурге, но Леонида Богданова, как отдельном явлении? Абсолютно верно. Естественно, можем, потому что то, что снимает Леонид Богданов, это чуть-чуть другое. Можем, условно говоря, обратить внимание, что это любимые для ленинградцев «Белые ночи», но он снимает что-то периферийное. То есть это, скорее всего, здесь Октябрьская набережная, то место, где дымы и еще что-то. И мы видим эту темную тональность, которую он в конечном итоге подчеркивает отражение. Но понимаем на самом деле, что он работает еще с контровым светом. Как правило, у него все построено на этом. Контрасты, контровой свет, если это солнце, садящееся или восходящее солнце, то, что его интересует, это, естественно, красоты города, но при этом у него есть еще такая ностальгия по уходящему городу. То, что было разрушено в период войны, насколько мы обращаем на это внимание, как преобразуется этот город. То есть у него очень много, широкий диапазон. У Смелова – это, как правило, какой-то район Васильевского острова, на самом деле. Это другое. Это Петербург Достоевского. Про Богданова не скажешь, что это Петербург Достоевского. На одной из наших с вами видеоэкскурсий мы упоминали, что есть съемка Петербурга в Ленинграде, а есть съемка Ленинграда в Ленинграде. Вот Богданов, он снимает все-таки Петербург или Ленинград? Петербург однозначно. Все равно. Несмотря на то, что это 70-е годы, 80-е годы. Но Петербург же – это не только центр. Это чуть-чуть можно отойти. Например, Смольный собор – это тоже Петербург. Но за Смольным собором сразу же начинаются промышленные здания. И Богданов отходит, он делает это все. Конечно. И он оставляет для нас вот эти виды. На самом деле, если мы будем вспоминать, то не так много фотографов, которые интересовались именно этой границей перехода от возвышенного к промышленному, к чему-то прикладному. То есть он работает на стыке? Конечно. Потом он достаточно много делает этюдных работ и снимает обнаженную натуру. И здесь очень интересно искать вот эти сравнения со Смеловым, потому что они влияют друг на друга. Недаром спорят, кто первым снял паучка на статую – Леонид Богданов или Борис Смелов? Кто повлиял друг на друга? Это интересная история. Может быть, расскажете нашим зрителям и слушателям об этом поподробнее. Хрестоматийная фотография Смелова на статуе в Летнем саду с Аполлоном, с этим пауком. И здесь у нас в Росфото сейчас можно увидеть того же паука, но не ту же фотографию и не тот образ. Да, но не ту же фотографию. Она снята гораздо крупнее, фрагментарно выделенная. Это паук в складках. Он еле читается или не сразу читается. Но мы его обнаружим. Это совершенно другой какой-то образ, получается, и Летнего сада, потому что мы знаем, что Борис Смелов снимал точно так же Летний сад, зимой особенно. У Богданова практически нет фотографий, снятых зимой. Мы, во всяком случае, на этой экспозиции не видим. Нет, Летнего сада имеется в виду. Здесь это как раз снимок очень характерный, потому что это большая Московская, где была эта фотостудия или фотокружок, который он вел. И это хорошее место, хороший район, где можно было совсем недалеко от института. А он, по сути, подрабатывал таким образом, 35 рублей зарабатывал, лишних для того, чтобы как-то поддерживать семью, еще что-то. Это, кстати, близко к местам Петербурга, Достоевского. Близко, но все-таки не дотягивает чуть-чуть. Все равно не дотягивает. И снимает он, я думаю, что совсем другое. Да, ощущения не складываются. Конечно, никакого Петербурга Достоевского здесь нет. Он любит снимать портреты, но в основном он снимает, вот выставка хорошо показывает, что он в основном снимает в разные периоды, совершенно разные. Прежде всего, свою жену очень много фотографирует. В 1975 году он становится профессиональным фотографом, и он много снимает моду для журнала «Дома мод», точнее, ленинградского. И в результате эти модели там, как бы, у него преобразуются в обнаженную натуру, и портреты он их делает. он снимает какие-то портреты своих близких знакомых, своего друга. Они сохраняются, эти портреты. А в более позднее время, в 90-х годах, он снимает пожилых женщин очень много. Это та уходящая эпоха, которая вдруг нам становится интересным, потому что он снимает женщин-петербурженок. Вы помните, у Смелова есть Бестужевка. Он тоже интересовался, я понимаю, это тема. Да, да, конечно. Но там интеллигенция, а здесь кружки, они совершенно разные. Его не интересуют только петербурженки, его интересует и все остальное. В этом кружке он собирает всех своих ровесников молодых, которые получают возможность в той или иной мере печатать, обсуждать что-то. То есть, такой клуб, по сути, по интересам. Интересно, что там соединяются и фотографы, и кинопережные, операторы, режиссеры в той или иной мере. То есть, он объединяет этот круг. Интересно еще то, что осталась тоже такая легенда о том, что Леонид Богданов, и ее очень сложно подтвердить, что Леонид Богданов после практики в Москве, узнав, что сюда, в Дом кино, привозят как бы фильмы западные и советские фильмы, которые только выходят в прокат, показывают Доме кино на закрытых показах, он прикладывает свою руку для того, чтобы свои умения уговаривать, для того, чтобы в кинозале Института киноинженеров начали показывать эти фильмы. То есть, как бы, в принципе, он способствует вот этому. Это тоже очень интересно, и как бы сразу же легенда расширяется. Это же способность договариваться, каким-то образом управлять, и поэтому мы понимаем, что он воздействует как харифматическая личность, он воздействует на большой круг людей. Все, на самом деле, фотографы так называемого там Санкт-Петербургского или Ленинградского фотоандеграунда, по сути, как бы в той или иной мере участвуют в жизни этого кружка, все самые интересные, молодые еще тогда. Наш пункт, нужно помнить, что они все еще молодые, там, где-то около 30, не больше. Большое количество работ пользуется для того, чтобы отправлять на какие-то выставки, конкурсы, в том числе и в стилистические страны, на салоны художественной фотографии. И как он по биографии вспоминает, что он в 74-м году уже участвовал в трех конкурсах в трех странах и довольно-таки успешно. Снова, как бы, легенда о фотоандеграунде, что фотоандеграунд это люди, которые не могли нигде публиковаться, никуда, нигде свои работы показывать, потому что все это не так. Сам Богданов говорит, что он участвует в этих выставках, никто ему не запрещает. И он делает выставки в фотоклубе ВДК, которые буквально запоминаются всем, потому что это абсолютно другой город, другая фотография. И, естественно, там появляются какие-то критические отзывы. Один из самых серьезных критических отзывов был в журнале журналист. И снова эта легенда долгое время никто не вспоминал, а мы на экспозиции показываем этот журнал и даем возможность понять, как старшее поколение фотокорреспондентов, которые сформировались в 50-х годах, они тоже тогда были молодыми, уже в 70-х годах начинают говорить, что все то, чем занимаются молодые фотографы 70-х, конца 60-х, 70-х, это все ерунда, они ничего не умеют, они лишь повторяют то, что было сказано. А в чем заключалась основная претензия? Уход от действительной жизни людей, от труда, от каких-то... Их не устраивала именно художественная подача фотографий, они хотели документальные съемки, репортажи. они не хотели искусства, они хотели честности про то время, в котором живет человек. Богданов этого не делал, он честно снимал то, с чем он сталкивался по сути на улицах города, поэтому на его фотографиях есть и пьяные, которые соотносятся с 70-ми годами, а мы точно понимаем, что это время застоя уже, которое идет там с середины 60-х начинается, как говорят, к 70-м это уже совершенно другая атмосфера, он показывает эту атмосферу. на выставке есть одна фотография, у пивного ларька снята группа людей, я честно могу сказать, что почему-то у меня сразу вспомнился Подгорков, у него что-то похожее было. Так это же продолжение к 80-м идущее, естественно, это как бы знаковые точки, где собирались вот эти вот люди, но Богданов, в отличие от Подгоркова, не подходит к ним совсем уж близко, он за ними наблюдает. Когда он начал заниматься уже профессиональной фотографией и получил в 78-м году мастерскую от Союза по-видимому дизайнеров, уже работая в разные издательства и ленинградские, и не только, и московские издательства, он выполнял различные виды съемки, он уже был универсалом, он организует, ему дают мастерскую, в которой он снова начинает проводить вот эти вот встречи, и эти встречи уже собирают профессиональных фотографов, и в этот момент он какое-то количество профессиональных молодых фотографов обучает, поддерживает их, дает возможность использовать, например, проявочную машину, для проявки слайдов, которую он сделал с другим профессиональным фотографом, в конечном итоге это было место, в котором можно было просто практически бесплатно проявить эти пленки. Таким образом у него возникают уже ученики из профессиональной сферы, к нему идут за советом, как ставить предметы, как освещать, какой аппаратурой пользоваться. Недаром Сергей Фалин вспоминает, что это было удивительное время, буквально можно было там прийти и по-любому посоветоваться, по-любому вопросу с ним посоветоваться. Игорь, можем ли мы выделить в творчестве Богданова периоды, в которые он снимает тот или иной жанр, и этот жанр является для него приоритетным? Как мы уже говорили с вами, что основная масса фотографий художественного плана про город, черно-белых, она все-таки снята где-то до середины 70-х. В 74-м вот эта критическая статья, которая, условно говоря, очень сильно на самом деле на них повлияла, потому что критика идет именно того направления, в котором они работают. то есть которые им нравятся. То есть он меняет направление после этой статьи? Поддается влиянию этих критиков? Я думаю, что нет, это не так. Дело в том, что он просто уходит немного в другую область, которая его захватывает, где больше свободы, больше поиска, больше задач, которые нужно решать. Это более увлекательно. Ну и плюс к этому, это абсолютно точно, что прикладная съемка для журнала, журналов и альбомов, она давала возможность фотографу хорошо зарабатывать. Естественно, это важно. А у него к тому моменту уже была семья, и ему нужно было ее карьеру. Он полностью погружается в этот жанр прикладной съемки, или параллельно он создает художественные какие-то проекты? Смотрите, до 74-го года по сути были созданы все классические работы. И вот, все классические работы. Если мы будем ходить, там может быть чуть-чуть, там 77-й еще есть, но в основном все они соотносятся с этим временем. 73-й год он работает на Пенградский театр юного зрителя, профессионального фотографа, много снимает спектакли, репетиции и тому подобное, уже погружается. И важно еще сказать, что в конце института перед армией он работает в Мурманске фотокорреспондентом, публикует свои репортажные фотографии, репортажные, это очень важно, у него тоже момент профессионализма наступает, репортажные фотографии в газете студенческих отрядов. В 75-м он полностью уходит как бы в работу с издательствами, полностью, потому что работа с издательствами, она не терпит отвлечения, то есть ты как бы погружаешь уже в профессиональную, полностью в профессиональную среду. Но самое интересное, что он продолжает снимать для альбомов вот эту вот видовую, парковую, архитектурную фотографию города, да, то есть он ничуть не изменил себе, то есть продолжил снимать все равно в Петербург, в Санкт-Петербург, но при этом он снимает на цвет, черно-белая фотография уже в тот момент никому не нужна, гораздо важнее цвет, и он снимает на цвет, делает его очень качественно, у него очень много публикуют, он ездит, начинает ездить по пригородам сначала, потом уже по стране и начинает ездить уже в 80-х годах, и соответственно, когда мы смотрим на эти фотографии, да, мы видим вот это вот различие того, что он в 90-х, например, пытается с этих слайдов напечатать черно-белые фотографии, когда-то это получается, и эти черно-белые фотографии очень близки этим работам, которые мы видим на выставке черно-белым. До 74-го года? Ну, где-то, да, как бы вот в 70-х годах. При этом его цветные работы, они более для нас сейчас действительно открыточного типа смотрятся, хотя и черно-белые, только после этого мы начинаем понимать, что многие его работы черно-белые, они точно так же очень этюнного плана. Ну, вот, например, летний сад, который мы здесь видим, рассматривая, это же открытки, это то, что может совершенно спокойно быть опубликовано в альбоме, это красивая видовая фотография летнего сада. Мы сейчас это так воспринимаем? Конечно. Или в тот период было аналогично? Мы сейчас воспринимаем это, а тогда это была попытка вот этого, скорее всего, перехода от одного к другому, да, просто перехода. Что заставляло Богдановым, вот вы сказали, в 90-е годы обращаться к цветным своим слайдам в воспроизведении их как черно-белые отпечатки? В 90-е годы просто через значительный промежуток времени после съемки, получается. Произошел перелом. На самом деле для него, наверное, цветной слайд, цветная фотография стала не настолько важной. Он решил как бы вернуться, наверное, к атмосферной фотографии обратно. Но при этом в 95-м году его цветные работы были включены в журнал «Субъектив», ленинградский журнал о фотографии, да, и вторым автором, который там был, чьи работы точно такие же были яркие, запоминающиеся. Это Дмитрий Конрад. И, соответственно, это как бы маркирует то, что к 95-му году цветная фотография стала как бы искусством. Она начала заменять черно-белую. Но в начале 90-х он пытается еще посмотреть на это с точки зрения конца 80-х, 90-х годов. Это социальность некая. То есть как бы снова передача атмосферы. Ну, а дальше мы знаем, что происходит. как бы цветная фотография отчасти побеждает все это дело. Она становится яркой, открыточной, рекламной. Я вот обращаю внимание, что есть вещи, которые совершенно потрясающе срабатывают. Он снимает вроде бы для альбома, но в них есть художественный. Да. Вы у меня сняли это с языка. Конечно же, это действительно читается здесь. То есть это перестает быть некой только сугубо прикладной съемкой. конечно, да. Он видит это, продолжает видеть как художник, как человек, который стремится. Но листая каталоги того периода, я уже видел эти работы. Конечно. буквально я понимаю, что у меня дома в библиотеке есть там альбом Агатовой комнаты, я узнаю это изображение. Только сейчас, по сути, осознаю, что это Богданова фотография, которую я с детства знаю. Нет, на самом деле это очень сложная история про профессиональных фотографов, да, потому что как и город, который все снимают в тот момент именно виды, да, чем Богданова фотография Богданова отличается, что он находит те виды, которые никто не снимает или почти никто не обращает внимания, потому что это не Петропавловская Надо сделать шаг от Смольного собора, чтобы увидеть его глазами совершенно другими. Да, это именно так. С другой стороны, когда мы смотрим на слайды, мы понимаем, что каждое издательство, которое выпускало там издание по Екатерининскому дворцу или Павловскому дворцу, они обращались к разным фотографам, которые у них были. Кто-то посильнее, кто-то послабее, но они обучались на чужих альбомах. Они видели эти точки, с которых снимали, и на самом деле по сути копировали. Только качество света, например, кто-то снимает в освещенном пространстве, кто-то нет. Но это уже такие фантазии отчасти, потому что нужно быть профессиональным фотографом, который будет рассказывать о том, почему это снято. А мы знаем такую легенду о том, что в 70-х, 80-х годах издательства начали говорить о том, что на небе не должно быть облаков. Небо над Петербургом всегда голубое. И такое идеальное. Поэтому в его варианте это еще эмоциональная нагрузка. И он, на мой взгляд, повторяет то, что он был. очень интересно смотреть на какие-то снимки. Он стремился к широкому диапазону технических средств фотографии. Один из первых, наверное, купил себе длиннофокусный объектив 300 мм. И вероятность того, что здесь многие снимки сняты именно длиннофокусным объективом, который он купил, и в результате он получил возможность делать совершенно другие виды. Очень большая. То есть он исследовал это. поэтому, когда мы говорим про проявочную машину, это логичное продолжение исследования техники, возможностей этой техники и доведения результата до идеального. Тоже есть некие пересечения с легендой, но в то же время подтвержденные конкретными документальными вещами, воспоминаниями тех же его друзей, которые общались, видели, может быть, присутствовали даже при покупке этого объектива. Когда выставка открывалась, было много его учеников, друзей, которые были рядом с ним. На самом деле все его вспоминают с каким-то таким придыханием. То есть человек, который положил, может быть, начало новому этапу профессиональной фотографии, когда привел туда новых молодых фотографов, воспитал их. И мы знаем, что многие из этих фотографов после этого в 90-х уже двухтысячных годах занимали передовые позиции в направлении рекламной, модной и других типов прикладной съемки. Сам Богданов не выступал критиком молодых авторов подобным образом, как это сделали его коллеги более старшего поколения в журнале журналисты? Нет, говорят, что он был, как и Ритов, очень мягок, обоснованно критиковал, разбирал буквально работу. Но это только говорят, как бы, по воспоминаниям снова сотрудники Росфота, когда пытаются собрать этот портрет Богданова и любого другого фотографа этого периода, сталкиваются с тем, что все строится из мелочей, деталей, таких небольших, деталей, которые всплывают интересом, например, Богданова к литовской фотографии. попытка как бы осмыслить любой опыт. Очень хорошо один из учеников Богданова заметил о том, что для того, чтобы снимать моду не так, как ее снимали в Советском Союзе, Богданов выучил французский язык, чтобы читать журналы модные на языке оригинала, и чтобы понимать, как бы, о чем там пишут. И он буквально погружался везде, в любое направление, как профессионал. А это влияло на всех остальных, естественно, просто сразу же влияло. Они видели, как это происходит, и учились делать то же самое. Какая там может быть критика? Критика, ну, это развод работ, удачно и неудачно получилось, да, можно ли было сделать наверняка лучше или хуже. В профессиональной области это не в искусстве, это совершенно другое, это жесткие требования, там, я не знаю, получение того же слайда, который не должен быть слишком светлым, слишком темным, не должен уходить в разбалансирование по цвету и тому подобное. Все должно быть идеально, потому что, если ты, у тебя не принимают слайд, то ты не получаешь денег, это и есть профессиональная работа. Ну и, конечно, он стал легендой, потому что, кто-то говорит, что в издательстве Аврора он всегда был на первой позиции по выполненным заказам. Ну, вот как пример того, как работает Богданов в 70-х годах, это контровой свет и такой графический рисунок сюжета самого по себе. Вот он выстраивает некую такую ритмическую линию, да? Да, он работает с движением еще, потому что вот на этой фотографии тоже заметно, что мы как бы движемся в одну, в другую сторону. Одна темная, другая светлая. Контрасты, контрасты для него очень важны. Ну, и здесь много на самом деле снимков, которые построены именно вот на этой графичности. Мы часто, Игорь, видим в его работах, особенно вот Петербурга, дорогу. Он как-то это осознанно делает, вот эту перспективу уходящую, при этом, как правило, не присутствуют люди в этот момент. На самом деле для Петербурга, если так вспомнить, это очень характерное направление съемки улица, перспектива, да? То есть ее нельзя избежать, она всегда куда-то ведет. Богданов в том числе работает не только с перспективой, но еще и с фактурой, которая проявляется за счет вот этого неровного асфальта, старого, неприбранного, и как здесь то же самое, вот эти вот линии идущие, они неровные, закраска идет. Но, кстати говоря, вот смотря на этот снимок, здесь очень важно говорить о том, что он занимается в некоторых работах фотомонтажом, потому что так вот не может быть, он впечатывает его. Точно так же, как он впечатывает в каких-то фотографиях Исаакиевский собор, сдвигая его чуть-чуть или оставляя его совершенно одиноким, без зданий сбоку. То есть он как бы экспериментирует с такими вот моментами, и вероятность того, что это все-таки относится к концу 60-х годов очень велика. То есть невозможно установить зачастую эти даты, но то, что он работает с фотомонтажом и контровым светом это 100%. В целом любой снимок здесь скорее всего можно было бы напечатать в светлой тональности, но он чуть-чуть запечатывает, потому что передает атмосферу. Сегодня мы рассказали и показали вам авторские фотографические произведения уникального ленинградского петербургского мастера Леонида Богданова. Ну а мне остается только поблагодарить нашего сегодняшнего собеседника, куратора выставки, главного хранителя музейных предметов Росфото Игоря Лебедева и вас за то, что остаетесь с нами и смотрите наши проекты, посвященные мастерам фотографии. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова